Православные отметили главный праздник – Воскресение Христова. Во всех храмах Белгорода по этому случаю прошли богослужения. Центральными событиями стали встреча Благодатного огня, крестный ход от Преображенского кафедрального собора и пасхальная вечерня на Соборной площади. Надежда Дурнева сопровождала все праздничные мероприятия. Ей слово. Христос воскресе! Частицу Благодатного огня по традиции встречали на северной окраине города. У ротонды в честь Рождества Христова собралось около сотни жителей областного центра. 12 лет миссию по доставке святого огня в Россию выполняет фонд Андрея Первозванного. В его состав, а в этом году это 140 человек, по традиции вошли общественные, политические и культурные деятели. Среди них и народный артист России Виталий Стариков, который десятый год подряд доставляет Благодатный огонь в наш регион. Ощущение необыкновенное. Храм полон народа. Это пройти очень тяжело, поскольку, говорят, 100 тысяч человек прилетело в Иерусалим в этот день. Но радость сошествия Благодатного огня покрывает все трудности. Паломники все равно счастливы, несмотря ни на что. От одной лампадки загорели сотни свечей. Пасхальная святыня распространилась среди верующих. Православных с великим праздником Воскресения Христова поздравил митрополит Белгородский Староскольский Иоанн. Вот сейчас для всех нас знак, когда на православную Пасху нисходит Благодатный огонь и укрепляет нашу веру. Дай Бог, чтобы мы, преодолевая все искушения, которые так или иначе выпадают на нашу долю, могли бы с радостью встречать Воскресшего Христа. Несмотря на сильный ветер, каждый мог ощутить силу чуда. Вот так от свечи к свече, от лампадки к лампадке люди передавали друг другу частицу огня. Хочется тепла в дом принести, тепла, радости, уюта какого-то, счастлива очень, потому что тепло хорошо. Это свет Бога, это душа, это новая жизнь, это Воскресение. Христос Воскресе с праздником вас. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет. Воскресение Христова прикоснуться к чуду сегодня мог каждый. Вот в таких лампадках православные сегодня доставят частицу огня во все храмы города и региона, а также учреждения здравоохранения, социальной защиты, приюты и детские дома. Первой эстафету приняла молодежь. Отсюда волонтеры разнесут пасхальную благодать одиноким и престарелым людям, а также тем, кто в этот день не смог прийти к Ротонде. Благодатный огонь встречали в Спасо-Преображенском соборе. Здесь сотни верующих выстроились в очередь, чтобы прикоснуться к частичке пасхальной благодати со святой земли. Считается, что в первые минуты сошествия огня пламя не обжигает. Несмотря на то, что с момента чуда прошло более суток, белгородские прихожане не боялись омываться огнем. Прикасались ладонями к горящей свече. Из главного кафедрального собора региона православные священнослужители прошли крестным ходом по улице Преображенской, потом по Попово, после и на Соборную площадь. Здесь митрополит белгородский Староскольский Иоанн и епископ Губкинский и Гровородский Сафроний совершили пасхальную вечерню. Помогли в сослужении благочинны всех церковных округов митрополии и все духовенство областного центра. Затем глава белгородской митрополии обратился к верующим. Господь милостив к нам! И я поздравляю! Господь снова и снова победил наши грехи, взял их на себя и воскрес! Христос воскресе! Воскресе! Здесь же владыка передал хоругви белгородской и валузской епархиям. Они были специально изготовлены к празднованию 700-летия преподобного Сергия Радонежского. После митрополит Иоанн раздал благодатный огонь и пасхальные яйца всем собравшимся. На главную площадь города пришло около тысячи горожан. Для них Пасха – это главное событие года и самый большой православный праздник. Это жизнь наша, это радость, это любовь, это счастье. Произошло великое чудо! Произошло воскресение Спасителя, и мы радуемся вместе со всем землей, со всем миром, со всей природой. В общем, душа лягует. Это радость, поэтому всех с большим праздником, всем любви, радости, милости Божьей. Светлый праздник Пасхи на этом не заканчивается. Вся эта неделя будет посвящена празднованию воскресения Иисуса Христа. У православных она получила название Светлой Седмицы. Это время наполнено радостью и дает всему христианскому миру надежду на жизнь вечную. В эти дни принято ходить в гости, угощать друг друга куличами, творожными пасхами и крашенными яйцами. Надежда Дурнева, Евгений Северинов. К этому часу Белгород.